Страна, которая входит в пятерку крупнейших в мире производителей хлопка. На ее территории более двух тысяч мечетей, а ее жители чтят традиции, корнями уходящие глубоко в историю. Это все особенности Узбекистана. Узбеки говорят, что знакомство с их страной надо начинать с традиций и обычаев. Их культура стоит на двух основных столпах. Уважительное отношение к старшим и радушное гостеприимство к любому человеку, зашедшему в гости. У нас гость считается очень почетным. Хоть желаний, желаний такого нет. Хоть какая нация, хоть у нас не принято, что другая нация, в гости пришел домой, это у нас, как говорится, большая честь для семьи. Если родителей нет дома, гостей встречают дети. По обычаям, младшая дочь или сын должны преподнести пришедшему чашку чая. Этот напиток главный в Узбекистане, и пьют его и после еды, и до нее. Причем церемония подготовки чая не менее серьезная, чем в Китае. Завариваем чай, мы сами вручную. Наливаем три раза в пиалушку, и три раза мы ее ошпариваем. Три раза. Вот когда три раза ошпаривается, вот чай найдет самый истинный вкус. Большое внимание уделяют и национальной кухне. На Астрахани, по-нашему это скатерть, всегда представлена обилие блюд. Главное из них – это плов, который готовят в казане. А вот самая известная сладость – сумаляк. Готовить ее очень долго, поэтому балуют себя узбеки такой вкуснятиной только один раз в год. На праздник. Однако сейчас у них строгий пост. Сейчас у нас священный праздник, рамадан у нас идет. Сейчас пост. Мы целый день не имеем права пить, кушать. И воду пить нельзя. Мы пост содержим. От рассвета до заката, то есть и до вечера мы ничего не употребляем. Каждому человеку в Узбекистане обращаются фразой «Салам алейкум», на что тот должен ответить «Малейкум ассалам». Это не просто эквивалент русскому «Здравствуйте». В узбекское приветствие заложен тайный смысл. Это говорит «Я желаю мира и добра вашему дому». Обозначает «Алейкум ассалам», тебе тоже так же. Понимаете? Это уже встреча с радостью, с добра начинается. Пожелание добра обязательное в том случае, если на улице встретился человек старшего возраста. Пожилым людям в Узбекистане оказывают особый почет. Считается, что они – олицетворение мудрости, никогда не ошибаются и могут указать правильный путь в жизни. Поэтому младшему поколению запрещено перебивать старших и относиться к ним неуважительно. Кто, если родителей старших не уважает, в нашем махале, в нашем квартире, этого человека никто не уважает. Скажет «Он обидел своего отца, он обидел своего деда. Это у нас не принято». Если Россию олицетворяет матрешка, то подобную роль в Узбекистане берет на себя тюбетейка. Это национальный головной убор, который носят все. Один вид подходит для незамужних женщин, другой – для молодых людей до 30 лет, третий – для тех, кто постарше. Есть даже свадебная тюбетейка. Молодая жена должна в ней кланяться гостям на протяжении некоторого времени после свадьбы. Три раза поклон, почет к старшим, и вот он, наша невестка. Сегодня, конечно, многие традиции уже отошли в прошлое, но до сих пор на всех праздниках в Узбекистане принято играть на национальных инструментах. Причем некоторые из них многофункциональные, например, карнай. Раньше с его помощью не только развлекали людей, но и созывали их всех вместе, когда случалась какая-то беда. Для знакомства с Узбекистаном советуют посещать Ташкент, Самарканд или Бухару. В школах дети учат узбекский, русский и английский языки, поэтому лингвистического барьера у туриста возникнуть не должно. Хотя узбеки говорят, что гостю в их стране достаточно знать всего пару выражений. Вот если вы в любом встрече с человеком скажете, ас-салам алейкум, мы в гостях, вам куда надо пройти, как пройти, где, что найти, вам любое время проведут и покажут. Кроме слов «салам алейкум», для посещения Узбекистана также понадобится национальная валюта. Суммы. 100 суммов равны одному российскому рублю. Примечательно, что Узбекистан позиционирует себя как нейтральное государство, поэтому его жителям с детства прививают уважительное отношение к людям всех национальностей. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.